Привет, город! В студии Самиянтеля, Хорошилова и команда Сигмы. Начинаем новую неделю вместе. Давайте посмотрим новости. Ямал готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим от киевского режима в Севастополе. Губернатор Янао выразил соболезнования родным и близким погибших. По информации Миновороны России, ВСУ днем 23 июня ударили по Севастополю ракетами Атакамс. Подрыв одной из них привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Четыре человека погибли, более 150 получили ранения. В этот же день в России произошла еще одна трагедия. Теракт в Дагестане унес жизни 19 человек, среди них 15 полицейских. Террористы отстрелялись на Гогу и церковь в Дербенте и Махачкале, пост ДПС и машину с полицейскими. Часть боевиков при задержании ликвидировали. Возбуждены уголовные дела. В Дагестане начался трехдневный траур. Памятные мероприятия До конца этого года в Новом Уренгое облицуют 21 многоэтажку. В работе сейчас шесть объектов. Среди них дом 10 и 8Б на Ленинградском проспекте и дом 3А на Интернациональной. Программа реновации фасадов реализуется при поддержке губернатора ИНАО. Собственники жилья расходов не несут. Обновление фасадов коснется не только внешнего вида домов. Главное утепление зданий снаружи. Композитные панели доставили из Новосибирска. Световые решения утверждены главным архитектором города. Нечетную сторону на Ленинградском проспекте исполнят в теплых тонах, четную в более холодных. Дом, который расположен на городской площади Интернациональная, он будет чуть-чуть другой. Там будут применены новые материалы, откроют эту завеску. В том числе там будет применен зеркальный композит. Плюсы, несомненно, которые у нас помимо эстетического вида и теплового контура, то есть это у нас наступает тепло в квартирах, тепло в подъездах. Соответственно, при утеплении фасада одним из таких больших плюсов является замена теплового узла на энергоэффективную погодозависимость. Что и где строят в Новом Уренгое, а также чем занимались жители газовой столицы на этих выходных, расскажем в подборке городских новостей. Новоуренгойцы продолжают приводить в порядок город. В эти выходные сотрудники компании «Газпром Трансгаз Сургут» провели субботник на реке Седаяхо и собрали более 30 мешков мусора. А коллектив, управляющий коммунальной компанией, навел порядок в районе Северной кольцевой дороги за СНТ «Заимка» и «Удача». Очищено более двух километров прибрежной зоны. Жители просят соблюдать чистоту и порядок во время отдыха на природе. Глава города в субботу посетил Новоуренгойские стройки. О результатах ревизионной прогулки Андрей Воронов рассказал в прямом эфире своего телеграм-канала. В микроорюне Восточный занято благоустройством по программе «Уютный двор». Здесь появятся новые тротуары и парковочные места, отремонтируют проезды. На мосту через Тамчару-Яху уже приступили к уширению самой конструкции и установке монолитных плит. На Сибирской укладывают финишный слой асфальта и строят тротуары. На Ямальской заканчивают щебнем и на этой неделе уже приступят к асфальтированию. Новоуренгойец Александр Захаров привез три медали с Кубка России по ралли-рейду и аквабайку. Соревнования прошли с 20 по 23 июня в Ижевске. Александр стал победителем в ралли-рейде и завоевал серебро и бронзу в двух классах по аквабайку. Спортсмен занимается в спортивно-техническом клубе «Файкл» под руководством Павла Захарова. Двое новоуренгойских школьников награждены знаками юноармейской доблести третьей степени. Артур Сабиров, выпускник детской школы имени Героя России Шарпатова, Виктория Миллер, ученица Арктического лицея. Ребята получили награду за активное участие в юноармейском движении, которое объединяет более 500 школьников со всего Ямала. Подростки изучают историю России, занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Ямал ведет переговоры с Сербией о поставке рыбной продукции. Представители рыбоперерабатывающих предприятий Янау в этом году посетят Сербию с деловым визитом. Свою продукцию презентуют Салихарский комбинат, рыболовецкая «Артель Орион» и компания «Северянка». Далее обзор других новостей округа. На Ямале со школой прощаются 10 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов. В округе стартовали выпускные вечера. Первый праздник прошел в Новом Уренгое. Для школьников подготовили программу с вручением антистатов и выступлением популярных кавер-групп. 23 июня выпускную эстафету приняли сразу три города. Салихарт, Надым и Лабытнанги. Со звездной дорожкой, концертной программой с участием известных исполнителей и с сюрпризами от организаторов. Следующие выпускные балы на Ямале отметят 28 июня. Программы в каждом муниципалитете разные. Все они яркие и запоминающиеся. 25 выпускников Ямала пригласили на общероссийский выпускной в Санкт-Петербург. С 28 по 29 июня золотые медалисты и победители Олимпиад встретят рассвет на Дворцовой площади. В северную столицу на праздник Алой Паруса приедут сотни школьников со всей страны. Их ждут звездный концерт, яркое световое шоу и невероятный салют, как в символичный старт во взрослую жизнь. Еще 13 детей со всего Ямала отправятся на всероссийский выпускной бал в Москву. Ямальская спортсменка Гульнас Губайдулина завоевала серебро в современном пятиборье, выступив среди сильнейших спортсменок страны. Чемпионат завершился в Москве. Участники соревновались в пяти дисциплинах. Конкур, бег, плавание, фехтование и стрельба. Чемпионка мира 2017 Гульнас Губайдулина заняла второе место в личном турнире, набрав 1390 баллов. В августе прошлого года спортсменка стала мамой и довольно быстро вернулась в большой спорт и показывает блестящие результаты. В исторической части Салихарда проведут археологические исследования. Первый этап работ намечен на конец октября. Археологи проведут раскопки, чтобы обнаружить места концентрации исторических находок. Все это часть проекта развития Абдорского острога и прилегающей к нему территории. В ближайшую субботу, 29 июня, вся страна отмечает День молодежи. Газовую столицу тоже ожидает большой праздник. Новые рингойцы и гости города утром могут присоединиться к спортивным активностям на площадке Виадук. В павильоне на площади пройдет традиционный завтрак с главой. Молодые предприниматели пообщаются с мэром на интересующие их темы. Днем всех причастных к празднику приглашают на различные мастер-классы, семинары, экстремальный забег на мотоциклетной трассе и на автофестиваль у торгового центра «Пассаж». Для молодежи организуют встречу с героем России. Имя держится в секрете. А вечером на сцене городской площади выступит Юрий Николаенко. Для того, чтобы попасть на День молодежи, на активной площадке, необходимо пройти на сайт деньмолодежи2024.рф, получить там свой бесплатный билет и наслаждаться. В условиях острого дефицита кадров повысить производительность труда можно не только увеличением зарплат, говорят в высшей школе бизнеса. Сегодня на рынке не хватает более 2 миллионов человек. К 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов. На первый план выходят вопросы эффективности. Аналитики предлагают сделать ставку на перераспределение и переобучение сотрудников. О других важных событиях страны в новостях короткой строкой. Продолжение следует... Национального исследовательского технического университета МИСИС, которые окончили программу специализированного высшего образования магистратуры. С 2025 года термина «бакалавр» в системе российского высшего образования не будет. Останется лишь магистратура. Бакалаврские дипломы, полученные до обновлений, признаваться будут, заверили в Минобернауке. Нефтяные скважины будут очищать бактериями. Способ очистки запатентовали ученые из Новосибирского госуниверситета и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Тяжелые компоненты нефти из добывающей скважины уничтожаются специальными микроорганизмами-деструкторами. Их выделили из загрязненных нефтью почв в местах ее добычи. По технологии концентрат с бактериями заливают в скважину. Он начинает циркулировать под действием насоса и разрушает отложения даже в труднодоступных местах. Идут переговоры о полевых испытаниях этой методики. Почти 150 заболевших ботулизмом россиян выписали из больниц, сообщает Лента.ру. Изъято более 250 тонн готовой продукции и сырья. В июне случаи ботулизма зарегистрировали в Москве, Нижегородской и Московской областях, а также в Татарстане. Общее число заболевших пациентов превысило 300. Причиной отравления стала фасоль, которая входила в состав готовых салатов. В Роспотребнадзоре отметили, что в отдельных регионах выявляются новые случаи ботулизма. Это связывают с переездами людей, которые ели пищу в регионах, где реализовывалась опасная продукция. Новоуренгойские любители водного экстрима снова показали себя. В воскресенье завершился двухдневный яхо-марафон. Участники финишировали на городском пляже. Байдарочники с опытом и новички прошли на веслах 80 километров. На берегу грибцов встречала наша съемочная группа. Смотрим сюжет. Впервые в жизни, гордо могу сказать, я нагло довольна с собой, мне 46 лет, я впервые села на байдарку и за два дня я сделала 80 километров, люди! Неподдельные эмоции говорят за себя. Ради такого делятся участники заплыва на байдарках. Стоит взяться за весло и спустить судно на воду. Яхо-марафон – традиционный фестиваль спортивного туризма. В этом году он собрал 30 спортсменов, 10 мужских и 5 смешанных команд. За два дня они проплыли 80 извилистых километров. Стартовали на 797-м километре трассы Сургут-Салехард. Нагрузка серьезнейшая. Готовится к мероприятию загодя. В условиях Крайнего Севера тренировки на рейках нечастые, поэтому форму поддерживают в спортзалах и на других соревнованиях. В течение года другие мероприятия проводят. У нас администрация по спорту хорошо работает достаточно. Сейчас все лето будет, на следующей неделе уже северный характер. До этого был зеленый марафон, сейчас дальше будут марафоны. Потом будет вело и много разных мероприятий, чтобы именно подготовиться. Как шутят в Москве наши коллеги, урингоид создан для работы. У нас два положения. Либо мы на работе, либо мы в спортзале. После первого дня соревнований – привал. С шашлыком у Хои возможностью восстановить силы. В пути случалось всякое. От напряжения и усталости возникали мысли все бросить. Делятся некоторые финалисты. Было прям посередине трассы. Я говорю, зачем мы едем, куда мы едем, зачем мы это делаем. Там еще кто-то вышел шашлыки жарить где-то на берегу. Мы посмотрели. Вася говорит, надо, Ира, надо. Греби. Пришлось гребсти, чтобы его не подвести. Собрала волю в кулак и не подвела. Бронза в смешанных экипажах и золото в командном зачете. Первое место – это мечта каждого спортсмена попасть на самую высокую ступеньку. Кто-то участвует ради победы над соперниками, кто-то преодолевает самого себя. Одно точно – водные виды спорта очень популярны. Гость из Томска, зритель марафона, представитель русского географического общества, увлеченный сплавами, порекомендовал развивать это направление. Водные виды отдыха, особенно байдарка, одноместный, двухместный, рафтинг – это излюбленное, это классное времяпрепровождение, полезное. Это отличный вид спорта, увлечения, привлечения туристов. У нас в городе, в Ижевске, например, в Томске, в других городах маршруты разрабатывают, вместе с банями, с едой, с пляжем. Тем более столько песка, сколько есть в Уренгое, я не видел. Овации, награждения и планы на будущие соревнования. Яха-марафон только через год. А чтобы держать форму, самое время записываться на северный характер. Вера Потлова, Алексей Емельев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Далее наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Всем удачной рабочей недели, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова